В Узбекистане поймали жениха, ударившего невесту на свадьбе, и стали известны подробности этого скандала. Во время конкурса жених с невестой должны были... Кто вперёд распакует конфеты? Ну и невеста быстро распаковала вперёд, чем жениха жених, и он разъярённый ударил её по голове. Этот ролик разлетелся по всей стране. Не только в Узбекистане, но и у нас тут, в России. Я жила в Узбекистане и знаю, что если эти люди живут... Значит, где они живут? Сурхандаринская область, Махаля, Толтугай. Короче, живут они в сельской местности, деревне, где зачуханные, забитые люди. И, естественно, какую провели беседу, что невеста простила жениха. Небось, вот эта свекровка, вот стоит бандерша. Вот, платок у неё вот так свисает. А келинку одели на... Келинка это сноха. По-узбекски сноха, невестка это келинка. Одели, разодели её... Одели на неё различные побрякушки. Вот, на каждом пальце побрякушки. А вот рука вот эта вот. Она красная, видать, или обожгли ей, или побили её. Вот, разодели. Как только домой придёт, всё с неё снимут. И она будет вкалывать, как папа Карла в этой семье. Все её будут бить, все её будут обижать. И судьба этой девочки будет всю жизнь битая. Будут издеваться старшие снохи. Будет избивать её свекровка. Вот стоит бандерша. Это даже и слов нет. Пусть хоть там и говорит. Тут высказалось. Значит, я сейчас прочитаю, кто высказался. А тут говорится о том, что ОВД района расследовал инцидент и провёл профилактическую беседу с женихом и невестой, и их родителями. И сообщили в комитет. Ну, какую профилактическую работу могли провести. Видать, они как-то взаимосвязаны. Вот. Если они что-то не так сделают, там деревня маленькая, друг друга все знают. Девчонка не сумеет никуда замуж выйти. Вот. И будут издеваться над этой девчонкой. Вот. И вот этот жених попросил прощения у молодой жены. И невеста простила жениха. Конечно, простит. Её побила, небось, вот эта вот свекровка. Небось, побила. Вон она руку держит за руку. Небось, побили, избили её, сказали, что-нибудь ляпнешь. Ещё больше, ещё хуже будет. Вот. Рука у неё красная. Так что, знаете, это всё. А вот эта бандерша, вот, смотрит за ней, чтобы она ничего не ляпнула лишнего. Иначе ей хана этой девочке. Бедная, жалко девочку. Я очень хорошо знаю, как они в узбекских семьях издеваются над новыми снохами. Если есть старшие снохи, все будут над ней издеваться. А девочке только 19 лет. Ну, взяли рабыню Изауру в дом работника. Работника сыграли свадьбу и будет вкалывать по дому. Так что, вот так. Бедная девчонка попала в такую семью. И тут ещё говорит. Дочь президента Узбекистана, заместитель председателя Совета фонда развития культуры и искусства Саида Мирзиёева. Она отметила, что насилие над женщинами должно быть недопустимо в цивилизованной стране. В таких случаях нельзя молчать. Правильно, нельзя молчать, нельзя делать вид, что это единичные случаи. Это чуть не в каждой семье, а тем более в сельской местности. Принимайте меры. Я прожила там много лет и знаю, что творится в сельских местностях. Так что, господа, бедный ребёнок, 19-летняя девочка попала в рабство к этим садистам. И она будет бита, наказана за каждое своё действие. И суд ничего не решит, а девочку просто жалко. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. И будете в курсе событий, что происходит в нашей стране и за рубежом.